всем привет в эфире заметки о черкесии и сегодня у нас обзорный выпуск на этот раз на кинематограф речь пойдет о фильмах посвященных истории и культуре черкесов не так давно в майкопе я познакомился с режиссером аскарби на гаплю который с 2007 года по моему если не ошибаюсь снимает фильмы о черкесе посвященные различным аспектам истории в основном поздней истории именно трагической ее части именно черкесов и вот сегодня я бы хотел вас познакомить с этими фильмами поскольку как бы по нашему соглашению с аскарби на гапливом у нас открылась возможность их непосредственно посмотреть в хорошем качестве сейчас они выложены на официальном канале киностудии черкесия фильм выложена совсем недавно в общем-то ссылку на плейлист вот этих вот фильмов на канале youtube я приложу в описании к данному ролику можете перейти в общем-то и познакомиться фильмы не очень большие они примерно по часу каждый всего таких фильмов 5 на сегодняшний день вот такая вот есть пентология сборник из пяти дисков я думаю его можно в принципе купить в майкопе его продают скорее всего в магазинах тематических в общем о чем эти фильмы первый фильм черкесия собственно который вдохновил вдохновил режиссера на продолжение вообще всей этой деятельности и в котором отразилась некая такая общая картина которых хотелось ему преподать он этот фильм рассказывает в целом о черкесах о том кто они такие что за народ где он проживал когда какие у них традиции но самые основополагающие моменты такие посвященные адыгам черкесам и их трагической судьбе свершившийся в конце кавказской войны ну фильм в общем-то хорош всем тем кто в общем-то хочет как бы общее знание получить о черкесах и адыгах второй фильм значит сняты еще скажем так на старых на старых возможностях еще более пока слабых и поэтому качество него не прямо чти конечно 1080 но с другой стороны это фильм по своему содержанию наверно один из наиболее таких ярких интересных хорошо созданных собственно фильм с которого началось внимание именно к режиссеру к черкесии фильм костяки на студии после которого в общем-то эти фильмы стали известны на скажем так на федеральном уровне а позже и в международной сфере это черкесия адыга хабзы то есть по сути это примерно тоже что и черкесии то есть сутью рассказ о черкесах но с упором именно на нормы адыга хабзы которые очень здесь хорошо раскрыты все их нормы все эти нормы поведения этикета и как они вот в жизнь притворялись в обществе фильм в общем-то очень хорош на мой взгляд это подтверждает в общем-то то что он получил некоторое количество наград на федеральном уровне частности не ошибаюсь в казани проходил фестиваль где его очень заметили этот фильм получил определенные награды и его показывали потом по федеральным федеральным а именно республиканским каналом в татарстане позже его показали уже на федеральном уровне на вктрк его заметили выдающие свидетели культуры россии в том числе это можно заметить в последующих в этом фильме в последующих они стали участвовать в фильмах и позже это это именно этот фильм был вышел во внешнюю среду в диаспору его стали показывать в германии в англии в иордании и так далее третий фильм уже более хорошего качества тут как бы студия перешла на собственное оборудование очень хорошее оборудование стало в общем-то само качество съемки значительно улучшилось содержание фильма опять же повторяет историческую часть но основа этого сюжета строится именно на мухаджирстве называется фильм черкесия чужбина и говорит о том процессе мухаджирства скажем о том процессе переселения который проходил в конце кавказской войны и какими вот именно прискорбными событиями он сопровождался этот процесс насколько сильно это отразилось на народное население на адыгов на их в общем-то судьбе и но такой достаточно грустный достаточно тяжелый фильм но чем-то многим наверно полезно посмотреть о том чтобы оценить масштабы вот этой трагедии которая случилась с адыгами фильмы отражены также кадры и съемок из зарубежной общины в частности в турции таким идейным продолжателем этого фильма является и следующий четвертый фильм называется он черкесия возвращения где речь идет как раз таки о репатриантах то есть о людях тех черкесах адыгах потомков тех кто выехал за рубеж в свое время и сумевших вернуться на родину то есть современные республики северного кавказа и попытаться освоиться в них новой жизни выучить язык и стать обратно адыгом здесь именно речь опять же и как общение так и о тех конкретных людях которые сегодняшний день сумели переехать это и из косово и сирии из турции и которые обустроились здесь у нас в адыгее каждого болгарии и обещаю о черкесии ну и последний фильм из этой пятерки это фильм черкешенко 2015 года который посвящен роли женщины в адыгском обществе в черке и как бы основополагающих тех функциях которая отводилась в обществе женщине о том уважении к женщине которая имелась в этом обществе адыгов а также фильме отражается наиболее известные черкесские адыгские женщины не только вот внутри россии или внутри республик но и в мире то есть известные фигуры добившиеся действительно больших результатов выдающиеся скажем так люди женщины и в общем то тоже один из самых лучших в этой пятерки я считаю сегодняшний день и очень стоит на него обратить ваше внимание посмотреть его очень много интересного ним такого малоизвестного даже для многих вот такая вот пятерка фильмов на сегодняшний день присутствует со режиссером со продюсером был хусейн дауров в некоторых из этих фильмах каких-то вахтанг никелайдзе это режиссер как непосредственно который сегодня работает с федеральными каналами то есть самые разные люди привлекались к съемкам в отдельных местах интервью дают допустим тот же сокуров многим известный когда-то часть фильмов помогал продвигать никита михалков то есть но сегодняшний день как бы очень многое люди успели поучаствовать в создании этих фильмов многие из них получив награды сейчас будет транслироваться в германии в англии в сочи получали награды эти фильмы на международных фестивалях и как бы я думаю что впоследствии будут еще ну точно уже анонсированы сканта книг никого рода фестиваль черкесского кино которые будут проходить майкопе и в краснодаре в том числе чем я буду сообщать в свое время я попытаюсь переговорить с местными на 8 кабань кино чтобы возможно мы покажем эти фильмы в рамках их какого недели или дней каких-то черкесского кино что хочется сказать еще дополнительно будущем и планах этого и киностудии в данный момент заканчивается съемка шестого фильма посвященного кабардинской лошади об этом будет отдельный анонс когда все будет готово и уже там не насколько знаю готовится к съемкам следующий фильм и даже будет анимационный наверно мультфильм ну надеюсь что получится все киностудия вас прошу подписаться посмотреть оставить комментарии и сделать репосты друзьям чтобы можно ли больше людей подписывалось именно на официальный сайт чтобы они это не были фильмы в плохом качестве разбросаны по интернету а что можно было их в одном месте четко и качественно посмотреть у меня наверно все до следующих встреч пока